Здравствуйте! В эфире территория Тольятти. Программа о городе, где каждый день происходит что-то важное, интересное и необычное. В сегодняшнем выпуске вы увидите. Экологичность на производстве и в быту. Как сохраняют чистоту атмосферы крупные промышленные предприятия «Автограда» и что для этого могут сделать сами тольяттинцы. Победа как подвиг. В Тольятти вернулся чемпион Европы студенческих соревнований по кикбоксингу Владимир Чобану. Какой ценой ему достался титул? Ловкие маневры крупногабаритного транспорта. В Тольятти прошли соревнования водителей автобусов. Экологическая тема в Тольятти не теряет актуальности. Жители волнуют качество воздуха и проблемы переработки мусора. Как крупные предприятия сохраняют чистоту атмосферы, как работает замкнутый цикл на производстве, куда утилизируют отходы и, наконец, что могут сделать сами тольяттинцы, чтобы дышать полной грудью, узнала наша съемочная группа. Она отправилась в эко-тур по цехам и полигонам. Так выглядит факельное хозяйство на предприятии Сибур-Тольятти. Оно обеспечивает безопасность производства. Благодаря ему технологические газы сжигаются и не попадают в атмосферу. В этом году завершили проект по модернизации одного из факельных стволов. На нем установили современный оголовок. Преимущество такого оборудования – бездымное горение. Эффективность сгорания газов при нормальном технологическом процессе почти 100%. А здесь производят изопрен – сырье для синтетического каучука. Не так давно здесь установили более 130 единиц современного оборудования. Благодаря этому снизился расход сырья и энергоресурсов, уменьшились риски внеплановых остановок, сократилось образование отходов. Один из способов улучшения экологических показателей на предприятии – сокращение потерь продуктов при транспортировке и хранении. В 2018-м в товарно-сырьевом цехе появилась установка рекуперации паров высокооктановой добавки к топливу. Она снабжена функцией энергосбережения и возвращает в процесс более 99% паров. Мы, во-первых, повышаем свою операционную эффективность, а во-вторых, как уже сказал, снижаем негативное воздействие на окружающую среду. Это очень важный аспект для нашей компании, потому что очень много сейчас предприятий и, соответственно, экологическая обстановка в мире сильно портится. Необходимо поддерживать баланс производства и экологии. Свести загрязнение окружающей среды к минимуму, сохранить ресурсы и успешно перерабатывать вторичное сырье – главные составляющие так называемой экономики замкнутого цикла. О том, как важен этот принцип на производстве и в повседневной жизни, рассказывают сотрудники предприятия нефтехимии. Сохранение природных ресурсов, которые позволят сохранить возможность использования этих материалов для будущих поколений, снижение объемов отходов, потому что все, что производится так или иначе на этапе жизненного цикла, становится отходом. Увеличение во вторичную экономику позволяет сохранить все эти материалы. На предприятии Сибурт-Альятти не первый год сортируют отходы промышленной площадки и офисов. Пока такая практика скорее исключение, чем правило. Это становится понятно на полигоне бытовых отходов в 10 километрах от Тольятти. Часть мусора – бумага, пластик, стекло и металл – отбирается на сортировочной станции и отправляется на переработку. Остаток размещают на полигоне. Здесь слои отходов изолируют грунтом. Основание и откосы закрывают надежной полимерной геомембраной. Она не пропускает опасные фильтраты в грунтовые воды. Надо, конечно, организовывать раздельный сбор. То есть меньше будет засоренность, больше, естественно, отходов можно будет переработать, пустить их во вторичный оборот. На этом заводе переработанный пластик превращается в детали для вторичного автомобильного рынка и нефтяной промышленности. В готовых изделиях от 10 до 20 процентов вторсырья. По словам производителя, на качество деталей это никак не влияет. Во-первых, это полезно как нам, производителю, потому что это снижает себестоимость. Это первое. А второе, это более экологично в плане того, что не выбрасывается на отвалы, не выбрасывается на полигоны, не выбрасывается на улицу. Внести свой вклад в экологию могут не только промышленные предприятия, но и обычные люди. Один из шагов к тому, чтобы сделать окружающий мир чище – организовать дома раздельный сбор отходов. Первым делом нужно выяснить, какие пункты приема вторсырья существуют в вашем городе. Когда вы это выяснили, нужно решить для себя определить, какие фракции вам удобнее всего сдавать на переработку, какие пункты приема ближе, что у вас, возможно, больше образуется дома. И организовать дома место, где вы будете хранить эти отходы. В определенный период времени, по графику, когда удобно просто привозить отсортированные отходы и сдавать их. Обычная пластиковая бутылка при должной утилизации может пережить до пяти циклов переработки и обрести новую жизнь в виде одежды, деталей для техники или предметов домашнего обихода. Сибур Тольятти стала финальной компанией, которая подала заявку на участие в третьем областном конкурсе «Достояние губернии». Его организаторы – телерадиокомпания «Губерния» и общественная палата региона при поддержке правительства Самарской области. В составе жюри – министры и известные общественные и политические деятели. Эксперты приступили к оценке участников в начале августа. Предприниматели претендуют на победу в семи номинациях. Промышленность, агропромышленный комплекс, предпринимательство, малый и средний бизнес, бренд региона, торговая марка в категории «Товары народного потребления», «Здоровье и красота», «Гостеприимная губерния». Результаты узнаем в октябре. Победители получат эксклюзивное право размещать почетный знак «Достояние губернии» на своей продукции. За все время проведения конкурса его удостоили 22 финалиста. Из Хорватии с победой итальятинский спортсмен Владимир Чубанов стал чемпионом Европы в студенческих соревнованиях по кикбоксингу. Титул достался ему ценой сломанной челюсти и благодаря проявленному мужеству. Его победу называют не иначе, как подвиг. С поля боя Владимир прямиком отправился в больницу, где перенес операцию. Мы дождались, пока Чубану вернется в Тольятти, снова сможет говорить и поехали поздравить героя ринга. Те самые секунды боя, из-за которых победу Владимира Чубану на студенческом чемпионате Европы по кикбоксингу окрестили подвигом. Удар противника Хорвата за 30 секунд до конца финального поединка сломал ему челюсть в двух местах. Но тольяттинский спортсмен не подал виду и продолжил борьбу, стиснув зубы не только фигурально, но и буквально. По очкам Владимир опережал соперника и знал это. До чемпионства оставался последний шаг. И он действительно оказался трудным самым. Сразу же почувствовал, что челюсть сломана, надо терпеть еще чуть-чуть. Слышал указание тренера, что осталось 20 секунд до конца боя и дотерпел. Не давал виду. Если бы рефери увидел, что челюсть как-то стоит в неправильном положении, остановил бы бой и засчитали как технический нокаут. И он выстоял. Держался до финального гонга, а потом перед глазами все поплыло. Тот самый момент, когда поднимали его руку в честь победы, чемпион уже не помнит. Только врача и карету скорой помощи. Говорит, не простил бы себя, если б сдался. Самый строгий судья для Владимира – это всегда он сам. После боя, если остаются силы, потом жалеешь. Если жалеешь себя во время боя, потом после боя будешь жалеть, что не отдал все силы в бою и упустил победу. После возвращения в привычный режим тренировок пришлось внести изменения. Обычно их у Владимира по две в день. Но теперь себя придется поберечь. Хотя операция прошла успешно, от того, как сейчас пройдет реабилитация, без преувеличения зависит дальнейшая спортивная карьера Чубану. Он уже отменил поездку на Кубок мира в Анапу и ряд других соревнований. И все-таки титул чемпиона Европы того стоит, заявляет Владимир. Чубану также признали самым техничным кикбоксером этого состязания в его разделе. Момент триумфа, который Владимир не сохранил в памяти, едва ли забудут болельщики, родные и друзья. Тольятинская команда смотрела бой в тренировочном лагере. И тогда никто не понял, какова цена этой победы. Сам удар я не понял, что он как герой простоял конец раунда, не подал виду. 30 секунд работал со словом на челюсть в двух местах. И в принципе он вырвал просто зубами эту победу. Когда уже победу объявили, по лагерю начинают везде крики. В одном месте, в другом месте все выкрикивают, ура, там победа, все это. Все наши ребята, вся команда начинает радостно кричать. Когда я узнал, что у Владимира Владимировича сломана челюсть, я сказал маме, мам, где он лежит? Она сказала, в больнице. Я плакал и ушел к папе. Ученик Чубану Аслан переживал за тренера, как за себя. Ночью с родителями он ездил встречать героевый аэропорт. Тренерской работой Владимир занимается два года. Спорт для него не хобби, а осознанно выбранная профессия. После победы в Загребе он успел сдать экзамен и поступил на бюджетное отделение магистратуры Тольяттинского госуниверситета по направлению физическая культура. Повезло, что тест надо было проходить за компьютером, отмечает Чубану. Говорить тогда он еще не мог. После трехмесячной реабилитации Владимир вернется к полноценным тренировкам. Он по-прежнему намерен стать чемпионом мира. Кто лучше вписывается в повороты, крепче держится за баранку, выясняли в Тольятти на 18-м областном конкурсе мастерства водителей автобусов. За ловкими маневрами крупногабаритной техники наблюдал Сергей Павлов. Без пассажиров и кондуктора только умение, верный штурвал и полоса препятствий. Среди участников и опытные мастера, и молодые водители, не уступающие им в аккуратизме. 18-й областной конкурс профмастерства – очередной экзамен на знание главного правила. Важна не скорость, а безопасность. Стараемся, конечно же, поаккуратнее, чтобы никого не шатало, не трясло ни в коем случае. Поэтому оттачиваем свое профмастерство, даже вот на соревнованиях тут тоже нельзя, чтобы что-то случилось. Скоростные маневры ведутся на транспорте разных габаритов. Автобусы ходят змейкой, колесят по кругу, заезжают в боксы. Всего в программе около 10 фигур. Одна из самых сложных – теща. Так водители называют остановочный пункт, куда нужно заехать и не сбить ни одной фишки. Судьи оценивают и время, и качество прохождения полосы. Все эти элементы встречаются в реальных условиях. От сноровки и внимательности зависит жизни сотен людей. Благодарные и довольные пассажиры – главная награда для водителей. Конфетами угощают, да, и бабушки, цветы даже дарят. Да, вот с дачи цветы дарят, яблоки, помидоры с огурцами. Профессия водителя автобуса, как ни крути, мужская. Семья Лядовых исключение исправил. Яна за рулем 5 лет, по ее стопам пошла и дочь Евгения. С автобусом уже стало единым целым. Комфорт и безопасность для нее превыше всего. По городу особенно едешь, все подойдут, все скажут хорошие слова, похвалят. Некоторые даже выходят, можно я вас сфотографирую, пока вы подъехали к остановке, выбегают на телефон. Конкурс уже в третий раз проходит в Тольятти. Здесь здешние водители – неоднократные победители областных соревнований. Конкурс направлен прежде всего на то, чтобы предоставить качественные услуги пассажирам, чтобы за рулем сидели профессионалы. Когда водители общаются, они прежде чем выйти на областной конкурс, в предприятиях, в городах своих проходят конкурсы, и сюда уже приезжают лучшие. Победители областного конкурса представят регион на всероссийских соревнованиях. Участники самарской команды за последние 10 лет не раз признавались лучшими в стране. На сегодня это все. Если у вас есть интересные темы для сюжетов программы, звоните по телефону, указанному на экране, или пишите нам в группу во Вконтакте. А мы с вами увидимся ровно через неделю. До встречи на территории Тольятти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова